Приветствую вас. Вы знаете, что, Камила, вот вы пишете. Здравствуйте, мне 24 года, у меня двое детей, от меня ушел муж. Причина банальная, это мое, как он говорит, упрямство. Вот смотрите, вы начинаете с того, что говорите про возраст. То есть возраст здесь, ну вот, с точки зрения ассоциативных, так сказать, с точки зрения ассоциации, возраст для вас здесь имеет какое-то значение. И значение, возможно, не самое последнее, если вам 24 года. Также для вас, ну, определенные значения имеют дети. Вот. То есть тут вот нужно поисследовать, да, какое значение для вас имеют дети, какое значение для вас имеют от этого 24 года, вот. Дальше, от меня ушел муж. Ну, здесь, знаете, вот вызывают некие такие вопросы, да, вот эта вот формулировка от меня ушел. То есть, ну, почему, почему ушел от вас? А, ну, почему вы решили, что от вас? Может быть, не от вас. Может быть, он ушел, а, ну, под, как бы, просто, потому что время пришло, например, да, или чуть попросили. То есть любовь, да, она, может быть, и осталась, вот, как вы говорите. Но, с другой стороны, про любовь вы можете говорить, опять же, про любовь даже. Вы можете говорить только в своем собственном контексте. Вы не можете говорить про любовь в контексте, ну, условно говоря, мужа, да. Вы не можете говорить, а, так. Потому что ваш муж, он, вот, эту историю, а, может, ам, понимать, а, по-своему. Понимаете? И это очень разный момент. Вот. Поэтому говорить о том, что от вас ушел ваш муж, ну, на мой взгляд, тоже не совсем, ам, скажем так, корректно. Вот. Да, он от вас ушел, он ушел, но от вас ли? Вот в чем, в чем момент. От вас ли он ушел? На мой взгляд, не совсем. Дальше. Причина, как по мне банальна, это то, что я слишком упрямый. Пишите вы. Есть интерес, потому что вы пишите, значит, причина, как по мне банальна, это мое, как он говорит, упрямство. Ну, помните, вам муж, а, прямо говорит о том, что его не устраивает. Вам муж прямо говорит о том, что ему не нравится. Да? Вот. Прямо говорит. А вы позиционируете это как что-то банально. И, то есть, уже здесь, на данном этапе, идет некое, некое обесценивание. Некое обесценивание того, что думает и чувствует ваш муж. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же. Ну, ваш муж, он же вас, условно говоря, принимал ранее такой, какая вы есть. Упрямость, упрямость, например. Да? Он вас принимал. И, на мой взгляд, тут, конечно, тоже не совсем понятно. Вот он вас принимал раньше, а сейчас он получает вас принимать отказывать. То есть, что-то, опять же, произошло. Да? Что-то случилось. Что-то случилось, что он вас отказывает теперь принимать. Вот. Что-то произошло. Вот. Что произошло, нужно выяснять. Вот. Момент. Как вы сами относитесь к своему упрямству. Да? Вот. Как вы его относитесь? Как вы его воспринимаете? Своё упрямо. Считаете ли вы себя упрямо или нет? Да? Вот. Ну, и как быть? Менять свою модель поведения, я полагаю. Вот. Если ваш муж говорит, что вы упрямый, значит, он чувствует некую конкуренцию с вашей стороны. Ваш муж чувствует, что вы ему сопротивляетесь на практически, ну, на достаточной основе, да? То есть, я не знаю, там, на постоянной основе, не постоянной основе, но сопротивляет. Вот. И это его... ну, это... ну, это мешает вашему... вашему мужу. По факту очень сильно мешает. Вот. И это... это нужно корректировать, чтобы вашему мужу было хорошо. Вот. Ну, в простойном случае, если ничего не менять, то... ситуация, ну, не грозит. Собственно говоря, закончится разводом. Вот. Эм... значит, что здесь можно сделать? Да? Что здесь можно сделать? Ну, обратиться вам вдвоём к психологу. Вот. Обратиться вам вдвоём к... специалисту, да? И проработать все ваши проблемы, которые у вас есть. Эм... и, собственно, эм... ситуация, она... там, ну, наладится. Если у вас действительно есть... э... чувство друг к другу и желание... а... ну, что-то менять. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok